Деньги любят счет и обожают безопасность. Мы, как всегда, считаем вашу выгоду и хотим, чтобы ваши финансы только приумножались. Меня зовут Екатерина Кузьминых и в этом выпуске программы «За деньги» поговорим о том, в каких странах можно рассчитаться картами российских банков. Лето совсем скоро, а значит самое время задуматься об отпуске. Но вот те, кто собирается поехать в другие страны, могут столкнуться с трудностями. Обменять рубли на наличную валюту сейчас непросто. Нужно, чтобы в банке эта наличная валюта была, а значит кто-то должен был банку эту валюту продать. Остаются банковские карты, но и с ними не все просто. Из-за санкций в России действует только своя система «Мир». Карточки российских банков принимают лишь немногие страны и их количество уменьшается. Например, в апреле перестали работать с картами «Мир» в Армении и Киргизии. На ваших экранах актуальный список стран, где полностью или частично принимают карты «Мир». Есть еще китайская система UnionPay. Где принимают такие карты и какие сложности могут возникнуть для граждан России, расскажет наш эксперт. После ухода визы и мастер-карты из России стали популярны такие кубейджинговые карты, которые обвиняли две системы – «Мир» и UnionPay. UnionPay – это национальная платежная система Китая, такая же как визы и мастер-карты в США или «Мир» в России. UnionPay работает в 183 странах мира. Но после вторичных санкций, после 21 февраля, эти карты перестали работать. Но при этом есть четыре банка, которые сейчас продолжают выпускать карты UnionPay без кубейджинга с «Миром». Это «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Примсоцбанк» и «Азиатско-Тихоокеанский банк». При службе банков сообщают о том, что возможность использовать карты есть, конечно же, не в 183 странах, но, тем не менее, где-то есть возможность снимать наличные, где-то расплачиваться картой. Для держателей таких карт создан специальный телеграм-канал, называется UnionPay в России. Там есть вся актуальная информация по странам и также по операциям, которые возможны по этим картам. Если вы выбрали для поездки страну, где не принимают карты систем «Мир» или UnionPay, то эксперты советуют воспользоваться системой денежных переводов. То есть вы можете перевести деньги самому себе. Но и в этом случае есть определенные ограничения и комиссии. Об этом расскажем далее. Для переводов небольших сумм в личных целях подойдут платежные системы такие, как Payer или Adfcash. Это электронные кошельки. Payer берет за свои услуги от 0,5 до 1%, Adfcash берет за переводы до 3,5%. Также стоит помнить, что россиянам доступны платежные системы Unistream и «Золотая корона». Unistream предлагает переводы по России и странам ближнего зарубежья, также в Армению, Грецию и Кипр. Комиссия составляет от 1 до 2%. «Золотая корона» заявляет список стран до 50%. Но при этом не все системы дают возможность перевести валюту за рубеж. Эта информация постоянно меняется, поэтому необходимо заходить на сайты этих компаний и уточнять актуальную информацию. Несмотря на множество ограничений, путешествовать за границу можно и даже нужно. Это обогащает знания и расширяет кругозор. Главное помните, что это ваша жизнь, а значит ваши деньги. И только вы решаете, как их заработать и на что потратить. Меня зовут Екатерина Кузьминых. До встречи в программе «За деньги» на седьмом канале.